Русская народная сказка А Емеля целый день лежит на печке Знать ничего не хочет Один раз братья уехали на базар А бабы невестки Давай посылать его Сходи, Емеля, за водой А он им с печки Неохота Сходи, Емеля, а то братья с базара воротятся Гостинцев тебе не привезут Ладно Слез Емеля с печки Обулся, оделся, взял ведра да топор И пошел на речку Прорубил лед Зачерпнул ведра и поставил их А сам глядит в прорубь И увидел Емеля в проруби щуку Изловчился и ухватил щуку в руку Вот уха будет сладка Вдруг щука говорит ему Человечьим голосом Емеля, отпусти меня в воду Я тебе пригожусь А Емеля смеется На что ты мне пригодишься? Нет, понесу тебя домой Велю невесткам уху сварить Будет уха сладкая Щука взмолилась опять Емеля, Емеля, отпусти меня в воду Я тебе сделаю все, что не пожелаешь Ладно, только покажи сначала Что не обманываешь меня Тогда отпущу Щука его спрашивает Емеля, Емеля, скажи Чего ты сейчас хочешь? Хочу, чтобы ведра сами пошли домой И вода бы не расплескалась Щука ему говорит Запомни мои слова Когда что-то тебе захочется Скажи только По щучьему велению По моему хотенью Емеля говорит По щучьему велению По моему хотенью Ступайте, ведра, сами домой Только сказал Ведра сами и пошли в гору Емеля пустил щуку в прорубь А сам пошел за ведрами Идут ведра по деревне Народ дивится А Емеля идет сзади Посмеивается Зашли ведра в избу И сами стали на лавку А Емеля полез на печь С самого детства Мы любим слушать сказки Сказка это такое Литературное произведение В котором происходят Необыкновенные события Бывают сказки волшебные Где всегда есть Какое-нибудь волшебство Или волшебный предмет Например Волшебное кольцо Сказки о животных Где главные действующие лица Животные Например Колобок и теремок И бытовые Об обычных людях Которые смогли стать победителями Благодаря смекалке и уму Примеры таких сказок Дочь семилетка В которой дочка помогла отцу Отвечать на сложные загадки царя И каша из топора В этой сказке Солдат обманул жадную старуху Обещая накормить ее Вареным топором Каждая сказка Учит нас чему-то В сказках высмеиваются Плохие качества Лень Зависть Злость Отрицательные герои Бывают наказаны А положительные Награждены Сегодня мы с вами познакомимся С очень интересной буквой Чтобы узнать Что это за буква Посмотрите на слова Поле Ель Еда Какая буква есть Во всех трех словах Это буква Е Давайте послушаем Какой звук она обозначает Скажем Э Э Какой это звук Согласный или гласный Воздух не встретил Препятствия на пути Значит звук Гласный Гласный звук бывает ударный И безударный Давайте сравним два слова Серый И поле В каком слове буква Е Обозначает ударный гласный В слове Серый Давайте определим Какие звуки Обозначает эта буква Послушайте слова Мел Ель Лает Послушаем Какой звук Обозначает буква Е В слове Мел Произнесем Слово Медленно Мел Буква Е Обозначает звук Э Когда стоит После согласного Послушаем слово Ель Буква Е Обозначает Два звука И И Э Потому что Находится в начале слова Послушаем слово Лает Лает Буква Е Обозначает два звука Е Е Когда стоит После гласного Запомните Буква Е Обозначает Е Если стоит После гласного Или в начале слова И звук Э Если стоит После согласного Давайте обратим внимание На согласные звуки Перед буквой Е Произнесем слово Серый Поле И в слове Серый Буква С Обозначает Мягкий Согласный Звук С И в слове Поле Буква Л Обозначает Мягкий Звук Л Рассмотрим Еще несколько слов И определим Какой согласный звук Стоит перед Е Лето Буква Л Обозначает Мягкий звук Л Весы Буква В Обозначает Согласный Мягкий звук В Река Буква Р Обозначает Мягкий Согласный Звук Р Семя Буква С Обозначает Мягкий Согласный Звук С Запомните, буква Е всегда указывает на мягкость предыдущего согласного.